здравствуйте мои неугомонные испытатели помните я делала видео где отрезала у луковицы копыта так называемая копыта это вот хороший такой крупный вырост выдвижение стебля из луковицы и с корнями то есть вот у меня отдельно корни и отдельно луковица но тогда луковица была еще без цветоноса и без листьев теперь у меня уже два цветоноса третий листок выдвигается и луковица стоит на укоренении а корни посажены отдельно в горшок по размеру корневой на детки чтобы получались там детки но это такой эксперимент который я провожу не ставя цель получить четко деток из вот этого копыта но даю все-таки надежду что они здесь получатся давайте рассмотрим вблизи копыта что я здесь сегодня наблюдаю к слову сказать 7 февраля я оставила это копыта на укоренение ну то есть на на рост закапывала его сюда с этого момента вот сегодня 23 февраля значит что у нас появилась появились вот такие некротические пятна вот здесь вот я уже почистила одну пятнышко пятнышки черные это окисляющийся сок и на него садится какая-то патогенная ну не патогенная сапрофитная микрофлора та которая отмирающей части поедает вот она на него садится и вот такие темные пятнышки это места где выходят корни ну то есть мы же срезали корневую систему вот этот центр ствола это так называемая флоемная часть запасающая а вот это вот ксилемная часть проводящая здесь находятся крупные сосуды ну и как раз вот отсюда растут вот эти корни мы их срезали часть корней просто подсохла основание корней все нормально и видим мы кору вот эта зеленая часть она прям реально позеленела прям существенно позеленела так вот из этой зеленой части коровой и будет образование деток ну я так предполагаю вот в этой части было очень хорошо срезана то здесь достаточно так примерно сантиметр ствола вот этого копыта вот с другой стороны немножко у меня рука как бы дрогнула и срезались вот корни вот здесь вот как раз и некрозы видны потому что здесь вот корни прям вот они уже корни вот здесь вот на этом месте все-таки больше шансов на успех а вот на этом месте возможно но здесь даже позеленение я не вижу разглядывала я под лупой это все дело очень внимательно вот теперь решаю прямо сейчас в этот момент и решаю что же мне сделать вот с этими некрозами замазать их максимом то есть вот я приготовила максим дачник замазать или не замазать вот в чем вопрос не хочется давать фунгицидную нагрузку на растение ну потому что здесь даже нет листвы в то же время не хочется давать возможность шансы пусть даже и сапрофитом ну вот размножаться вот в этих местах вкусных сладких что это такое это мокнущие корни то есть корневая система работает всасывает влагу и вот здесь вот на местах их выхода с ксилеми она выдает сок то есть этот сок вытекает и вот намокает здесь соответственно влажность создается ну плюс вот пыль да и это же грунт здесь ничего нет стерильного и сапрофитики садятся говорю прекрасно тут все вкусно вот здесь вот где все подсохшее никакого действия сапрофитов не видно здесь просто такие подсохшие ткани и здесь все в порядке тут все здоровое в общем даже не знаю что делать видите макс максимом это все точно также будет мокнуть подсушивать подсыпать сюда какой-то фитоспорин но ведь фитоспорин это же тот же самый сапрофитный организм то есть он также обрадуется что ему дали еды вот но я думаю может быть я оставлю все так да скорее всего оставлю все так и понаблюдаю еще некоторое время вот здесь вот самое такое опасное большое место я зачистила до светлой ткани и пусть она просто подсыхает ну просто буду наблюдать в таком случае с копытом мы разобрались давайте посмотрим разберемся с луковицей ну во первых изменение в луковице их на лицо понятное дело что она проснулась вообще она была спящая это и прикат парфай парфай ну короче абрикосовая парфе такой сорт вообще потрясающей красоты очень такой с ни с чем его не спутаешь уникальный просто шедевральный и мне нужны были просто детки от этого сорта луковица уже взросленькая и деток доваяла очень очень мало но основной целью срезки копыта является то что нам нужно омолодить корневую систему то есть вместо тех старых корней и вышедшего ствола освободившегося от чешуй луковица это уже возрастная я не знаю точно сколько ей лет потому что я ее покупала покупала взрослую уже цветущую не цветущую а готовую к цветению но у меня она уже третий год но это только у меня до этого не знаю сколько ей лет ну вот момент x не не вынимается на так просто в к моменту x смотрите что у нас здесь здесь у нас все очень даже шикарно то есть обновляется корневая система корни очень серьезные хорошие светлые чистые белоснежные сквозь слой перлита они прошли до слоя грунта потому что я всегда делаю такой слоеный пирог корневая система очень быстро достигает вот этого питательного слоя и питает луковицу то есть ну заметно да что луковица и зелень растит и стрелочки выдвигает и не страдает она не худеет она плотная такая сочная соответственно корневая система новенькая справляется со своей задачей ну здесь корней не так много образовалось но я думаю что все еще впереди потому что вот здесь вот вот в этих местах в вселенной части видны бугорки и наверняка выйдут еще корешочки само собой откуда будут образовываться детки детки будут образовываться вот здесь возможно там за чешуйкой вот здесь вот то есть детки будут образовываться по стволу в пазухах листа а чешуи это есть не что иное как разруш разросшиеся основание листьев вот такая красота что я буду делать сейчас этой луковицей да ничего особенного все как полагается я ее просто высажу в горшок на хороший свежий рыхлый питательный грунт и все и она у меня будет на новеньких корешках жить и радоваться ну к этой луковицы я подсаживала еще маленькую деточку magical touch такой сорт деточка была маленькая по отношению к луковице у magical touch очень тоже крупные луковицы как и у априкат парфей что здесь у нас да здесь тоже все хорошо детка была маленькая без корней вот такой корешок у него появился ну все теперь когда я вижу что и листики стали выдвигаться то есть деточка получает питание воду из корешка соответственно по цветам уже старается функционировать так как положено на своих корнях своими листьями обеспечивать себя питанием ну и я уже приготовила для нее стаканчик пока высажу стакан чтобы она немножко нарастила побольше корней ну и здесь у меня еще одна страдалица это номерной номерной японец 1807 который не жил не умирал но он и сейчас не живет и не умирает в общем у него пришлось зачистить очень сильно донцы это тени скинул лист скинул корни и в общем ушел как куда-то в глубокую спячку плюс долнышко стала повреждаться ну в общем я его чистила мазала максимом ставила на марганцовку ничего не помогает как в рекламе все болит ничего не помогает ну вот примерно здесь то же самое значит для этого сеянца ну время не пришло для вот этой луковочки маленькой время не пришло значит я тоже самое сделаю продолжу делать то есть поставлю также на перлит и также оставлю до возникновения либо корней либо возможно здесь вот на донце донца очень мало прям крайне мало живой ткани донца осталось были большие повреждения возможно она начнет образовывать там деточек процесс может занять несколько месяцев но вот пока есть такие твердые ткани пока есть какая-то зелень вот здесь вот видна до зелень то есть какой-то слабый вот здесь под шкуркой видите зелень какой-то фото синтез осуществляется но из жизнь здесь в этих клетках происходит значит что-то есть что-то будет ну либо корни либо детки то есть одно из двух но жизнь точно есть поэтому вот такие вот варианты тоже не выбрасывайте оставляйте оставляйте уже до конечного результата либо сгниет помрет окончательно ну либо жить начнет единственное что конечно я уже не в этой бадье это как бы большая плошка для нее одной а я ее пересажу вот в маленький стаканчик сделаю такой же слоеный пирог то есть внизу стаканчик насыпается грунт питательный даже хотя бы торф но он все равно уже считается грунтом потом сверху перлит белый почему он розовый у меня потому что я его проливала остатками от максима можно пролить марганцовкой тоже нормально это знаете ну такое это и обеззараживание и помогает там проводящим проводящим процессом то есть калий у нас является элементом проводнику ну пойдемте теперь садить с magical touch поступим таким вот образом на подготовленный грунтик я просто вот этот перлит добавлю в качестве такого слоя на всякий случай кстати для новичков мотайте на ус что прослойка перлита служит таким препятствием для развития неприятности там скажем так заболеваний донца потому что если луковички у вас ну не домашние там или проблемные какие-то и вы сажаете прям ставите луковичку на грунт то всегда есть опасность при поливе при увлажнении получить обратно инфекцию на донышко потому что ткани донца они рыхлые плюс вот этот сок выступающий из луковицы смотрите вот почему здесь донца красная у этой большой луковицы потому что здесь выступает сок он окисляется на воздухе он краснеет а сок что такое сок растения это раствор насыщенный сахарами все запасы растения делают в виде сахаров ну или углеводов там разные формулы разные вещества но все равно все они c h связи то все равно они все относятся к классу сахаров и это очень питательная среда для различной микрофлоры поэтому вот такая прослойка в виде перлита она предотвращает развитие потому что она очень рыхлая там очень много воздуха среди вот этих ну между вот этими частичками корешочек здесь один поэтому очень аккуратненько делаю такую щель в грунтики и очень аккуратненько вставляю туда корешок слегка 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 просто прижимаю ну просто чтоб перлит немножко осел все все больше ничего никаких манипуляций вот просто так установить корешок направить в грунтик и все с поливом как быть с поливом поливаю у меня здесь грунтик такой суховатый я сейчас полью на самом деле здесь было сыро ну так влажно прям хорошо влажно а здесь сухо поэтому чтобы корневая не страдала конечно я вот сейчас просто полью немножко ну понятие немножко опять же смотрите у всех оно разное но если вы польете так конкретно и очень-очень будет у вас сыра значит поливки это и хватит надолго и смотрите по вашей температуре у меня все-таки в теплице поэтому в морозные дни ночами здесь серьезно опускается температура теплые дни солнечные она серьезно повышается поэтому здесь все индивидуально с увлажнением если у вас квартира и сухой воздух батареи ночами тепло то естественно вам следить за влажностью придется более пристально и внимательно и вовремя подливать потому что пересушивать такую еще маленькую корневую систему тоже не стоит но и заливать опять же тоже не стоит имейте всегда это в виду так еще хотела остановиться на вот этом копыте явно будет вопрос а как же вы мы его поливаем поливаем мы его крайне аккуратно и опять же по причине ну во первых не льем вот сюда вот прям вот прям 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 к этому копыту вот сюда мы не льем вот видны следы здесь увлажнение я не лью вот сюда и не льет сюда я лью вот как будто бы здесь такая небольшая бороздка видите такой вот кружочек вот лью совсем немножко как бы по проекции корней вот как раз сюда попадает влага она уходит вглубь стекая так вот по корешкам ну и соответственно где-то вот в этом районе самая такая оптимальная влажность находится лью совсем редко и мало но опять же все у того что у меня такие условия такие температурные условия и здесь нет никакого испарения то есть сам вот этот срез он испаряет если то это крайне мало крайне мало вот мы даже видим до что корневая система немножко выдает больше чем нужно сок то есть даже и с избытком поэтому вот этот горшок поливаю я крайне мало главное чтобы там где-то в глубине вот если немножко так вот разрыхлить то более темная да более темный цвет грунта значит там влага содержится и для корневой системы этого будет достаточно поливать так чтобы прям было мокро-мокро нельзя потому что корни просто задохнутся и начнут просто загнивать и тогда у нас эксперимента с получением деточек из копыта конечно же не получится но процесс этот долгий я еще буду вам показывать в будущем это копыта что у нас по итогу тут получилось или не получилось любой результат зафиксируем детку magical touch я поставила тут вот рядом с подружкой у меня уже детка пыл стоит примерно ну такая же с такой же ситуации что там у нее был один один корешочек и вот такой же слоеный пирожок пол-литровый стаканчик ждет 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 весны она еще спит у нее еще не появился листочек ну и вот ей будет подружка magical touch будут вместе стоять для луковицы я беру квадрат 7-литровый технический горшок он глубокий не очень широкий ну вы видите да какая корневая система и почему я беру все-таки такой большой горшок ну я беру это на вырост понимаете я сейчас не поработаю и больше я к ней особо подходить не буду ну я уже знать буду да что я поливала эту луковицу поливать сильно не буду пометуя о том что корневая система у нее новая и ее совсем мало если вы не уверены в своих своей стойкости да что вы несу что вы ее не зальете вы так не делайте пожалуйста вы берите горшок ну там хотя бы литра три например там или два литра ну чтобы точно быть уверенным что вы ее не зальете ну вот такие хрупкие на мой взгляд корни надо прям вот вообще аккуратно аккуратно я вот немножко добавлю вот этого перлита с поверхности той плошки где она стояла на укоренении это сугубо для донышка вот для этого донышка ну это уже так это уже я прям для перестраховки прям конкретно для перестраховки ну немножко горочкой насыпаю я грунти грунтик очень рыхлый прям очень и вот как-то нужно мне это все постараться вот так вот поставить чтобы корни не повредить вот и прям чтобы донышко стояла на перлите все остальное засыпаю грунтом грунт у меня в этот раз суховатый мы здесь работали с другими культурами и это немного осталось я решила что для этого горшка будет достаточно ну не стала его уже дополнительно увлажнять ну он не совсем сухой он все-таки такая влажность у него все-таки есть значит чтобы не заглублялась луковица я просто немножко подвигаю туда грунтик под нее а немножко уплотняю по краю но это уже как вы будете сажать тут найти тут делаю я так потому что я прям здесь и нахожусь я руками чувствую это вот все все готово вот так она у меня и будет жить полив сделать нужно будет вот по самому краю небольшой полив всегда помню о том что здесь корней очень еще мало и чтобы мне ее не залить вот после посадки выставляю ее к своим же друзьям вот здесь уже много стрел распустилась вот эта сторона стала стеллажа это мои луковицы кое-что здесь уже процвело кое-что только распускается вот а вот эта сторона это это луковицы покупателей это уже проданные луковицы сейчас просто бушует хочу вам обязательно показать эту красоту бушует 40 дробь-один дробь-один сеянец просто потрясающе огромный на две стрелы причем вот и вторая стрела тоже распускает цветок огромные просто лопухи цветы у него и вот с такими как я называю фигушками это ну с претензией на махровость что ли здесь абсолютно такой не недееспособный пестик но тычинки вполне себе они несут пыльцу вот они вот в этих тычин тычинки я собрала остались только тычиночные нити и вот такой лопух просто лопух у него еще есть такое свойство вот так загибать немножко лепестки по-разному ну вот он прям прям с такими вот интересностями видите как лист песточек загнулся а вот здесь вот он тоже так завернулся кокетливо вот так вот наизнанку ну вот знаете захочешь так сложить не сложишь как здесь распорядился он сам природой распорядился ну очень такой вот интересный ну и для любителей мулаток шоколадок вот такая стрелочка у сеянца 43-2 это взрослая луковичка две стрелы и с таким красивым с шикарным прям загаром ну а рядом мощный столб это стрела и вот еще один носик это сеянец 40 дробь 4 это слон так называемый это будет махровый махровый такой цветок брат роскошного банта это его прям родной брат они очень похоже но слон он с запахом и вот всегда у него такая мощная стрела вот прям вот прям вообще мощная очень толстая но и цветочки тоже будут немаленькие вот такие красавчики эти уже пожалуйста они уже пристроены эти сеянцы вот еще один монстрозный просто бутон просто реально монстрозный смотрите какой огромный вот по сравнению с моей рукой вообще монстрик что это такое так это оранж саверен слушайте но это обалденный меньше будет цветок конечно просто огромный и вот здесь тоже мощный такой бутон ищи это а не могу найти этикетку она с другой стороны не вижу тоже крупный очень бутончик ну вот собственно вот так выглядят растения сейчас у меня что-то с листьями что-то на бутонах ну и рядом с ними будет жить на новых корнях априкат парфай и будем наблюдать ее цветение в скором времени не знаю в каком уж скором все будет зависеть от погоды если у нас будет тепло то расцветет побыстрее если у нас будет холодно ночами то будет немножко притормаживать цветение скоро будем наблюдать цветение сеянца 43 кросса очень очень темный бордовый такой цвет изнанка прям очень темная такая знаете бархатная структура два цветка это самое первое цветение у этой луковицы одна стрелочка луковочка некрупная прямо скажем не крупная возможно цветок будет такой немножко даже махровый ну дорогие друзья все мы с вами сделали пронаблюдали что с луковицей все в порядке и она высажена в постоянный горшок и переехала жить к своим подружкам в цветущий уголок гипиаструмов всего вам доброго до свидания